Денежно-кредитную политику Банка России обсудили в Поволжье. На связь с Нижним Новгородом вышли регионы присутствия Волговятского главного управления Центробанка. Речь шла о таргетировании инфляции. В этом режиме регулятор работает с 2015 года. Цель – годовой показатель инфляции вблизи 4%. В ходе видеоконференции с соображениями относительно денежно-кредитной политики поделились представители бизнеса, власти, научной сферы и финансового сектора экономики. Также возможность задать вопросы руководству Банка России получили журналисты из регионов. Десятый канал поинтересовался, как на уровень инфляции внутри страны влияют не доллары и евро, а валюты дружественных стран, в частности китайский юань, индийская рупия и белорусский рубль. Курс любой валюты всегда формируется на валютном рынке по отношению ко всем иностранным валютам, к корзине стран, торговых партнеров. Причем и соотношение этих валют, курсы их по отношению друг к другу тоже постоянно меняются, иногда сильно меняются. Поэтому, когда мы думаем о курсе рубля по отношению к какой-то отдельной валюте, это на самом деле не дает нам полную картину, поскольку это соотношение еще определяется тем, что происходит в той валюте по отношению ко всем остальным. И вот это отношение обменного курса к корзине стран, торговых партнеров, экономистов, экономисты называют эффективный курс. Долгосрочно динамика обменного курса отражает разницу в инфляции, а не наоборот. Долгосрочно не курс влияет на инфляцию, а инфляция влияет на устойчивость валюты. Продолжение следует...